Доброе утро, мои замечательные подписчики! Спасибо вам за активность под прошлыми роликами. Почитал ваши комментарии, что вы думаете о ситуации в Белоруссии. Сегодня поговорим ближе к нашей ситуации, ближе к Российской Федерации. Геннадий Андреевич Зюганов высказался по поводу всего происходящего. В России будет еще хуже. Зюганов назвал последствия кризиса в Белоруссии. «Политический кризис в Белоруссии в случае свержения президента Александра Лукашенко и смены руководства приведет к тяжелым последствиям для России», такое мнение высказал председатель КПРФ Геннадий Зюганов. «Важно, чтобы все понимали, если сломают Белоруссию, в России будет еще хуже». По его словам, продолжающиеся акции протеста и забастовки на предприятиях – путь к разрушению государства. «У кандидата от оппозиции Светланы Тихановской нет никаких предложений по развитию Белоруссии ни в экономике, ни в политике». Новая цитата. «В Белоруссии, по сути дела, идет рейдерский захват, атака республики антироссийскими силами. Это делалось во многих странах, но сегодня Белоруссия под ударом», – отметил Зюганов. «Друзья мои дорогие, вот знаете, мне стыдно, мне просто очень стыдно, что у нас главная оппозиционная партия – это КПРФ, и что КПРФ из себя представляет. Их можно жалеть, жалеть можно. Бедный Грудинин, у него рейдерский захват. Какой кошмар. Губернатор Левченко. Его заставили сдать полномочия, он был неплохим губернатором, теперь на его место поставили Кремлевского, который гораздо хуже. Его заставили уйти. Божечки, как жаль. Очень жалко. Вот понимаете, поражение на поражение. Жалеть можно. Ребят, а где достижения, где победы, хоть какие-то? Хоть какие-то? Мне сейчас много присылают информации, например, по ситуации в Ульяновской области. Там происходит настоящий трындец. Все кандидаты от КПРФ, кто собирался участвовать в выборах 13 сентября, абсолютно все сняты с выборов. Их не допустили до выборов. Понимаете? Всех. Жалко, обидно, отвратительно. Конечно, Единая Россия чувствует себя прекрасно. Но понимаете, в чем соль-то? А соль в том, что не просто у Единой России было желание убрать этих кандидатов. А дело в том, что их юридическая служба забыла нужные документы отправить в избирком. Это провал их юридической службы. Это то же самое, что было с Грудининым. Почему перед выборами 18-го года они не подали все необходимые бумаги, чтобы у Грудинина точно не нашли никаких там счетов? Это же можно сделать было. Можно было сделать. Да, вот там был когда-то счет, но он точно закрыт. На нем 0 рублей, 0 копеек, 0 долларов, 0 евриков. Ничего там нету, пустые счета. Что потом приходилось Грудинину объяснять, когда уже вся страна поверила, что он настоящий клубничный олигарх и у него куча всего в офшорах попрятана. А потом он начал оправдываться, да нет, это старые счета, я их закрывал, они их долго закрывают, ничего на них нету, они пустые. Вот это вот провал юридической службы. Юристы, которых великая партия КПРФ, у которой, насколько мы представляем, миллиарды рублей ежегодного финансирования, они не могут справиться с такими вопросами. А чего же они требуют, чего они ждут от простых людей? Да ничего они не ждут, они ничего не требуют, они ни к чему не стремятся, ничего не происходит. Друзья, просто стыдно, просто паршиво от того, что у нас вот эти люди, которым хочется довериться, а больше потому, что вообще некому довериться, очень паршиво у меня на душе вот слушать. Хорошо, у вас был совхоз имени Ленина, он у вас что, вот последние два года только существует, даже за два года можно было успеть многое сделать. Ну вот, если бы я был руководителем КПРФ, чем бы я занимался? Так, у нас есть классный, такой осколок социализма его называют, совхоз имени Ленина. Надо было сделать из этого места кузницу кадров, чтобы туда мог приехать какой-то бизнесмен, какой-то молодой, подающий надежды паренек, девушка. Прошел там практику, стажировку, понял, как там все устроено, откуда берутся деньги, как они распределяются, как налажено производство, как организуются социальные блага, вот эти школы прекрасные, вот эти там поликлиники, дороги, жилье, вот это все. Едет к себе в Костромскую область, в Вологодскую область, в любой регион, откуда он родом, и там создает свой совхоз имени Ленина. Пусть не такой большой, пусть маленький, пусть на 50 работников, пусть на 50 семей, но это уже достижение. А через 5-10 лет там будет не 50 работников, а уже 500, и эта вся область увидит, да, ребят, смотрите-ка, коммунисты могут, берут и делают, берут и строят, создают. Вот эти люди, они стали бы очень популярными политиками в своих регионах. Через 5-10 лет у нас бы, только надо было начинать это 5-10 лет назад делать, ничего не делали. То же самое Беларусь. Да, сейчас Зюганов говорит, Беларусь, последний оплот социалистических идеалов, наиболее сохранившаяся государственная система, которая была в Советском Союзе, лучше всего сохранилась в Беларуси. И что? Где использование этого опыта? Где его продвижение в стране России? Да, на митинге сказать, какие капиталисты плохие, ужасные, как все плохо, мы можем. А добиться какие-то результаты, ребят. У нас политика это чистая болтовня, никакой реальной эффективности нет. Вот понимаете, на нашем канале, даже на нашем маленьком канале, которым я занимаюсь в одиночку, это уже большое... Вот есть вещи, которые я понимаю, что если у меня, например, сейчас YouTube просто заблокирует мой канал, я понимаю, да, заблокировали. У меня не будет теперь источника дохода, я устроюсь куда-то опять на работу, буду просто учителем. Я думаю, что когда у меня не будет YouTube-канала, мне вполне можно будет работать опять где-нибудь в школе. Но я буду знать, да, я помог отстоять ШИС, я помог уволить, уйти в прошлое плохим чиновникам, всяким Метельским, Орловым, помог отстоять сейчас вот Куштау, помог сибирикам в борьбе с угольными разрезами, помог в информационной борьбе, когда там были накаты на Платошкина, на Коновалова, на некоторых других людей. То есть есть конкретные результаты, может быть они невеликие, я все-таки не партия. Но вот Зюганов, он сейчас, ну все, Зюганов уходит в прошлое. И как бы, что он будет вспоминать? Что он оставляет после себя? Вот эту партию, единственный нормальный человек, кто мог бы что-то реально делать добротное, это Платошкин, другого я просто не вижу. Бондаренко, это он отлично все говорит, но реальных дел практических тоже за ним не видно. То есть он вот такого же типа политик, который в основном занимается информационной борьбой, можно сказать. Просто депутат, это не человек-созидатель пока что, может быть он до этого дорастет. У Платошкина есть конкретные планы, конкретные идеи, вот он с нуля создал партию. Бондаренко, например, он уже влился в готовую партию, в готовую структуру. Ой, вот такие грустные мысли, друзья, потому что, ну вот в самом деле, Ульяновск, мне многие присылают, вот им надо помочь. Я углубляюсь в тему и вижу, черт побери, если их юристы устроили этот бедлам, не подали вовремя документы, ну конечно Единая Россия этому счастлива. Конечно они используют эту возможность конкурентов убрать с выборов, а сама КПРФ-то что делает? Что вы думаете, друзья, о состоянии левой оппозиции, КПРФ, справедливая Россия? За новый социализм вообще непонятно, вообще будет он существовать, сейчас их жестко прессуют. За Фургала можно пойти погулять, попротестовать, а за Платошкина нельзя. Кстати, у нас прошел интересный опрос на основном канале, поучаствовало где-то, сколько там, 30 тысяч человек. И я спросил людей, почему вы не ходите кормить голубей? Так вот, основная масса людей, только 4% опрошенных боятся того, что будут какие-то проблемы на работе или еще где-то. 4% почти, почти ничтожная часть. Большинство, больше половины не выходят на какие-то акции протеста, 57%. Потому что они думают, что маловато народа выйдет. Все по принципу. Стоит огромная толпа, и у каждого в мыслях. Ну что я могу один? То есть, как только начнется движуха, она очень быстро будет набирать численность. Как только пойдет народное движение, по любому поводу, который нам подкинет власть, возможно, фальсификация выборов, возможно, что-то еще, очень быстро мы увидим рост протеста, рост численности протеста. Потому что люди ждут, просто они не хотят выходить за просто так, не хотят, не в плане денег, не хотят выходить, зная, что там соберется 15 человек, замечательно, друг с другом пообщаются, и ничего не произойдет. Вот когда будет 5-10 тысяч человек, к ним они быстро станут центром притяжения, и 5 тысяч человек быстро превратится в 10, 10 превратится в 20, и так далее, и так далее. Чем больше людей выйдет на улицы, тем больше еще к ним присоединятся. Поэтому самые первые, самые смелые, за ними секрет успеха. Друзья, спасибо за просмотр, лайки, комментарии, репосты. До новых встреч, пока!